Пока космические корабли бороздят просторы космоса, электромобили Илона Маска завоевывают мир, а умные гаджеты позволяют не вставая с места командовать домом, на Руси продолжают топить дровами. Загородная дача, баня, усадьба в деревне. Без старой доброй древесины их не прогреть. Рано или поздно перед каждым хозяином встает вопрос, где раздобыть поленье. Варианта два. Купить, но это стоит денег, и самостоятельно собрать в лесу. По закону такое право у нас есть, но, как говорится, дьявол в деталях. Запасаться валежником для своих нужд действительно может каждый. Вопрос в том, как его распознать. Деревья, которые упали, не имеют естественных признаков жизни, то есть облетела кора, нет зеленой хвои, листьев, заселено вредителями. Эти деревья относятся к валежнику. Дерево, которое упало в результате урагана, еще живо к валежнику не относится. С этим разобрались. Не спешите бросаться с пилой на первый упавший ствол. Возможно, дерево еще живое, и даже несмотря на то, что судьба его предрешена и печально, по закону это еще не валежник. Трогать такую находку нельзя. Следующее, о чем стоит помнить, существует официальное правило заготовки валежника. Точнее, правило заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов. Документ с таким названием вступил в силу с 1 января этого года и налагает на добычу ряд важных ограничений. При сборе валежника не допускается использование лесовозной техники, тракторов, лесовозов. Для заготовки валежника используются топоры, ручные пилы и легкие бензопилы. Использование, как я уже говорил, лесовозной техники не допускается, чтобы не создавать в лесу нарушение лесной подстилки и нарушение подростка, подлеска в насаждениях. В конце прошлого года на жители Нижегородской области Геннадия Толченкова заявили уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений. Мужчину обвинили в том, что он противоправно распилил и вывез из леса 13 стволов. Гражданин думал, что это валежник. Оказалось, нет. Чтобы избежать таких случаев, в Саровском лесничестве предложили свой алгоритм действий. Гражданин звонит в лесничество нам по телефону 74150. Приходит сюда к нам, пишет заявление. Выезжает с лесником в лес и ищет валежника. Городское лесничество работает по адресу улица Строительная, дом 19, по будням с 8 утра и до 5 вечера. Константин перевозчиков Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.